Там же в Сочи в рамках панельной дискуссии Всемирного фестиваля молодежи и студентов глава Центризбиркома России Ла Памфилова сделала громкое заявление, которое касается предстоящих в марте 2018 года выборов президента страны. Посыл главным образом был направлен сторонником оппозиции, суть которого заключается в том, что Алексей Навальный не сможет принять участие в предвыборной гонке как кандидат. И причиной тому его судимость. А Конституция России не позволяет таким людям баллотироваться. Цитата. По закону, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления тяжкое преступление. А люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах, заявила Ла Памфилова. По ее словам, Навальный сможет подумать об участии в выборах президента страны лишь после 2028 года. Ситуацию вокруг регистрации Навального нам прокомментирует известный российский политолог Алексей Чадаев. Алексей, здравствуйте. Памфилова озвучила законную позицию ЦИК, однако Навальный с этим не согласен. Каково ваше мнение? Ну, это же очень простая ситуация. У нас есть законодательство. В законодательстве четко сказано, что человек с судимостями не может выдвигаться в президента. У него их две. Есть решение Европейского суда по правам человека о том, что оба эти дела не являются политическими. У них нет политического мотива. То есть даже с точки зрения международного права в этом смысле ситуация понятна. И я здесь не вижу особо предмета для разговора. Выдвигаться он не может. Навальный компания ведь это понимает. Но для чего тогда будоражит народ? Или это такой способ давить на власть? На самом деле идет компания, как раз таки связанная с тем, чтобы все-таки продавить допуск на выборы. Это один результат. А второй результат это чтобы как раз таки создать контекст, в котором выборов нет. Выборы нелегитимны именно потому, что в них не участвует Навальный. Ну то есть с этим связано как раз. То есть компания ведется в основном в западных медиах. То есть это именно работа на ослабление легитимности результата выборов мартовских. Именно на том основании, что главный оппонент не допущен. Спасибо. Напомню, что по телефону из Москвы был политолог Алексей Чадаев. О ситуации вокруг законности неучастия в предстоящих выборах Алексея Навального.